Тема сегодняшней беседы, понятно, мы подводим итог этой недели, визиту четырехдневному Путина в Юго-Восточную Азию, но прежде всего, конечно, в Северную Корею, потому что назвали мы эфир «Сходство до степени смешения». Это такое юридическое определение, хотя под ним мы предполагаем не только режимы, которые все больше уподобляют друг другу, но и даже чисто внешне. Заметил физиогономически он дома, кто бы знал, что непонятно его этническое происходение до конца Путина, но русский-русский, но он становится больше похож на своего друга Ким Чен Ына, при том, что под сходством до степени смешения, конечно же, мы предполагаем, прежде всего, без иронии, то, что режимы сближаются. Вот, казалось бы, такое скверное пророчество, которое делали многие из уважаемых людей, кто, значит, с целью предвосхитить и предостеречь, кто ради услужить, но тем не менее получилось-то ведь действительно так. С 80-летней истории династия Кимов правит в тоталитарном таком режиме, да, он наследует коммунизм, но идеи чучхизма уже приобрели самостоятельное значение, видимо. Вот, и Путин, наблюдая за долгожительством этой системы, все больше склоняется, на мой личный взгляд, я хотел бы это тоже обсудить, мы не раз к этой теме прибегали, но именно к, в общем, симпатичности этого концепта, симпатичности вот именно такой формы тоталитарного правления. Никто уже не поспорит, что Россия в нынешнем самом деле, конечно же, тоталитарная система, склоняется вот к ее династической форме. А ведь другие, разные формы, все идеологические и, скажем так, ну, полифонические, да, сочетающие в разный элемент, традиционные, нетрадиционные, новаторские какие-то, прогрессивские. Но вот, как бы, династия – это то, что он приискивает, на мой личный взгляд. Давай начнем с этого визита. Зачем было, в принципе, ехать именно сейчас? Многие говорят о символичности визита, это да, но бесполезность его, потому что, ну, там рис, что, рисом торговать что-то. Оружием понятно, а рисом-то что? Можно было по телефону все решить, кому, чего, как. Вот, давай начнем с этого. Только что касается сходства до степени смешения, то это связано во многом с косметологическими процедурами, которые уже много лет проходит Владимир Владимирович, поэтому он, собственно, становится очень похож на монголоидного человека и на общих фотографиях. С председателем КНР Си Цзиньпином и с Ким Чунэном это очень заметно. Видимо, на уровне бесконечности. Это мы с тобой, у нас глаза ближневосточные на выкате, а у него в другую сторону. Ну, это неизбежное следствие всего, что происходит, разумеется. То есть это уже не тот, фактически не то лицо, которое мы видели 25 лет назад, что и катализирует и стимулирует все эти версии про двойников и все прочее. Но, во-первых, Владимир Владимирович хочет, чтобы его где-то хорошо приняли. Не в прямом смысле слова. И здесь его принимают с большим восторгом, а всяким ритуальным аспектом, как глубокий консерватор-эдуктивист по типу мышления, Путин придает большое значение. Не случайно, вот всякий раз, когда какой-нибудь западный лидер куда-нибудь едет, около кремлевские медиа обсасывают вопрос, а кто встречал в аэропорту этого лидера. Вот приехал канцлер Оулов Шольц в Китай, он, правда, приехал не в Пекин, а в другой город, я забыл какой-то, неважно. И там его встречал всего лишь какой-то рядовой член ЦК, а никто из высшего руководства КПК не встречал. А здесь, ну, собственно, то же самое происходит и с Путином, когда он приезжал недавно в Пекин, его же не встречал в аэропорту кто-либо из высшего руководителя. Просто кремлевские сми не обратили на это никакого внимания, подчеркнуто. А здесь, собственно, утрапа самолет, его встречает сам лично, великий вождь Ким Чон Ын, и дальше, так сказать, на автомобиле, подаренном Путиным же, ведь это тоже важный прецедент, что вот так реализуется ныне глобальное влияние Российской Федерации, ее мягкой силы. С помощью автомобиля Аурус, который с восторгом получают то арабские шейхи, то, значит, здесь лидер Северной Кореи, они едут. Вот это все имеет существенное значение. Мне уже приходилось говорить о том, что вот благодаря этому визиту в Хиньян мы неожиданно поняли, что именно представительский автомобиль Аурус, в принципе, не оснащен люком сверху, нет такой комплектации, через которую лидеры могут вылезти наружу и приветствовать верноподданные народы, даже если народы состоят, как в корейском случае, скорее всего, на 100% из сотрудников местных спецслужб. Да, вот поэтому пришлось перешариваться на Мерседес, когда, допустим, с Хим Чен Ыном ехали, чтобы махать руками собравшимся их встречавшей в восторженной толпе, а Ауруса здесь уже не хватит. Это вновь породило вопросы о том, а как, собственно, эти роскошные автомобили, чьи поставки в Северную Корею запрещены резолюцией Совета Безопасности ООН, на резолюции, за которую в свое время голосовала, бесспорно, Российская Федерация, в то время еще вполне лояльная, на мировом сообществе, как они там оказались? Ну, мало ли как, да, то есть тем самым для российских элит, в частности, демонстрируется, что санкции – это не страшно. У всех, все, так сказать, любой запрещенный западный товар элитам будет российским доступен мытьем или катанием, поэтому снижение уровня потребления российских элит Путин не допустит. Он обеспечит им тот же уровень комфорта, бытового комфорта и буржуазных удовольствий на территории Российской Федерации, что и в прежней реальности, когда они любили получать что-то за пределами. А за пределами ЕРФ им жизнь становится все сложнее в силу санкционного режима. И вот, так сказать, ошибки позднего Советского Союза, который, в общем, унизил свои собственные элиты тем, что они в какой-то момент в эпоху гласности неожиданно поняли, что живут гораздо хуже, чем простой европейский обыватель. Этого Путин, конечно, не допустит. Поэтому в этом смысле есть пересечение между условно-газитом в Пхеньян и Петербургским международным экономическим форумом. Демонстрируется, что все, дом полный чаши, жизнь бьет плечом, и санкции на это никак не влияют. Это же пытаются Кремль, естественно, транслировать и большинству народа в целом, и просто в другой упаковке и обертке. Это отчасти получается. Но главный смысл, естественно, ты абсолютно правильно сказал, что сама по себе идеология чучхе, то есть опора на собственные силы, идеология продуктивной изоляции очень близка Владимиру Владимировичу Путину. Она близка ему не только в последнее время. Она близка ему на протяжении всей жизни. Потому что для него, собственно, поскольку важнейшая для него – это безопасность, а изоляция – это способ, по многому способ обеспечения этой безопасности. Просто на международной арене это все складывается, разумеется, постепенно. Сначала первый цикл с Мюнхенской речи 2007 года, когда Путин угрожал, но не изолировался, потом с началом Четвертой мировой войны в 2014 году и, наконец, со спецоперацией Z в 2022 году. Вот сама идея бункера, в котором находится Путин, или стола, где он сидит за несколько метров от своих собеседников, причем собеседников самых доверенных и близких, никаких чужих людей, это вот показатель того, что в изоляции он чувствует себя спокойнее, как физическое лицо. А поскольку он равен России, как мы знаем, и есть Путин, он и есть Россия, то, соответственно, Россия погибнет вместе с ним, как правильно сформулировал это Вячеслав Викторович Володин, спикер Государственной Думы, транслирует тем самым, естественно, потаенные мысли вождя. Потому что он в чистом виде здесь выступает в роли героя смерти Ивана Ильича, Ивана Николаевича Толстого. Подаваясь вопросом, меня не будет, так что же будет? И когда Путин говорит, что нужен ли нам мир, в котором нет России, переводится с пустынского на другие языки, это означает, а нужен ли нам мир, где нет меня? Если меня там не будет, то какая разница, что ли? Поэтому, собственно, сама философия Путина в данном случае сводится к тому, что можно продлить жизнь насчет обеспечения анабиоза определенного, снижения уровня метаболизма, в том числе и контакт с внешним миром. Это относится к нему лично и к его международной политике. Поэтому, конечно, он видит в Северной Корее источник образцов, что вот страна очень бедная, маленькая, в отличие от Российской Федерации, невлиятельная в международном масштабе, практически не имеющая рычагов давления на Запад, кроме и вообще на окружающий мир, на планету Земля, кроме экспериментов в области ядерного оружия, которые начались гораздо позже, чем в нашей стране, и еще не завершены, вот она может обеспечивать свою независимость полностью. Никто не может сковырнуть режим Ким Чон Энг. Больше того, с какого-то момента Южная Корея вдруг поняла, это случилось, на мой взгляд, лет 15 назад, то никакое слияние с Северной Кореей не нужно. Контрпродуктивно, поскольку это огромные-огромные расходы без четкого понимания, к чему они приведут, и удастся ли интегрировать Северную Корею в некое едино-демократическое пространство. Уже при любимом Ким Чон Энге эту же идеологию взяла на вооружение и Северная Корея. Несколько месяцев назад в Киньяне снесли так называемую арку воссоединения. Да, да, да. Северная Корея возведенную предыдущим любимым руководителем Ким Чон Энге. И пока, в общем, с тех пор нагнетается теория, согласно которой северные корейцы и южные корейцы вообще разные этносы. Точно так же, как Тайвань сейчас формулирует эту теорию, чтобы показать, что разговор о поглощении острова Китаем неуместен, потому что тайваньские китайцы совсем не такие китайцы, как континент. И в них очень велика доля нидерландской, японской и прочей крови, и поэтому не нужно их смешивать, и нет никаких прав. Так и здесь. Развод оформляется уже на том, что это две совершенно разных наций, и вместе им не сойтись. Что в южной Корее тоже неплохо, потому что, мне кажется, в ситуации Украины, относительно которой когда-нибудь будет заявлено, что это наши братья, и поэтому нас уничтожат. Я хочу напомнить нашу уважаемую аудиторию, что с точки зрения теории Эдипового комплекса, который занимается последние годы, последние лет 10 очень углубленно, я пришел к выводу, что сам по себе Эдипов комплекс, он не исключительно не ограничивается сексуальными притязаниями на собственную мать, как считал Зигмунд Фрейд. И поэтому стремление избавиться от отца. То есть это стремление, в принципе, свергнуть миропорядок, основанный отцом. Но он, кстати, извини, этот человек Моисей, он, в общем говоря, в каком смысле даже развил эту часть теории, и она как раз не сводилась только к сексуальному, а вот первоначальное отцеубийство сыновьями, она, в общем, во многом именно... И сюда же примыкает братоубийственная война. Да, и братубийственная. Ну, там он и в пятом этапу первый проброс об этом сделал. Все воины в той или иной степени братаубийственны, потому что братья сражаются за отца, за его благосклонность, за его наследство. И, так сказать, одна из самых показательных и древней истории на эту тему – это история Каина и Авеля. Когда Господь был благосклонен к младшему брату, зашел старший брат и его убил. Это ли не история российско-украинской войны? В чистом виде. Убью брата, чтобы отец США был благосклонен ко мне. Понял, что я на самом деле хороший. К счастью, корейцы уже точно изберут такого сценария. Но, наконец, есть абсолютно практический резон, помимо всего прочего. Это нужно приступать к реализации угроз размещения в третьих странах смертоносного российского оружия, которое, если что, будет страшно угрожать Соединенным Штатам и их союзам. И уже теперь понятно, что когда это было сказано Путиным на Петербургском международном экономическом форуме, возникла масса догадок, что же это может быть. Кто это может быть? Могут ли это быть иранские хуситы? Нет, в скорости выяснилось, что иранские хуситы это быть не могут. Во-первых, потому что они не являются государством. На сегодня они не признаны в качестве власти в Йемене. А это противоречит позиции Путина о том, что нужно давать формальным властям. Сотрудничать может только с легитимными властями. Да, конечно, можно сотрудничать с Хамасом и так далее, но здесь Путиным всегда может сослаться на то, что Хамас выиграл выборы в свое время в палестинской автономии, и к этому апеллировать. А палестинскую национальную администрацию, значит, Российская Федерация признает, палестинское государство. Здесь есть масса внутренних противоречий, но Путиным в таких случаях это игнорирует. Достаточно показательно делая вид, что их нет. Потому что все-таки палестинская национальная администрация это факт враждебный Хамасу, и поэтому выиграли там Хамаса своего или нет, никак не влияет именно на формальное юридическое положение дел. Но главное, что поставлять оружие хуситам, это значит сходить в конфликт с Саудовской Аравией и союзниками последних, которых хуситов не любят, и не хотят их усиления этого, Российская Федерация позволит себе не мог. Да, теоретически Российская Федерация могла бы дать оружие Венесуэле для того, чтобы воевать Гвиану, Гайяну, воевать с ее нефтяносной провинцией Секибу, которую Венесуэл уже юридически признала своей, аннексировала еще, не введя туда войска. То есть не так, как РФ в Украине, а наоборот. Но выяснилось, что за Гайяну и за ее полную территориальную целостность Бразилия, а это Бразилия важнейший партнер Российской Федерации по Бриксу, и здесь Путин, значит, не может пойти на такой конфликт. Это может взорвать Брикс изнутри, Бразилия все-таки его страна основатель. И, значит, что остается? Остаются две страны, которым терять практически нечего. Это КНДР и Иран. Я ожидаю того, что в скорости Владимир Владимирович проедет остановка 2 Иран. Потому что, что сказать, вот предоставить какие-то и дальнобойные ракеты, там, гиперзвуковые КНДР, тем самым поставив под удар восточное побережье США. Это напоминает Пэрл-Харваре, существенно повергнув в ужас, в дополнительный ужас Японии и Южную Корею, Республику Кореи. И, конечно, ядерные технологии, потому что нужно помочь КНДР довести свое ядерное оружие до полного блеска, а Иран его довести до ума, процесс его создания. Тогда вот эта ось добра, РФ, КНДР и Иран, может грозить всему миру с одной единственной целью, чтобы их не трогали изнутри. Никто не попытался что-либо изменить в судьбе этих государств, и чтобы идеология Чучхе в том смысле возобладала во всем этом треугольнике, но, в первую очередь, в Российской Федерации. Что вы меня не трогаете, я хочу делать то, что считаю нужным, и могу это делать только в условиях изоляции. Сегодня, кстати, годовщина путча Евгения Викторовича Пригожина, и в связи с чем сеть обошли разные ролики Пригожина, в том числе ролик, где он объясняет, что важнейшая задача представителя российской правящей элиты это протянуть свое физическое существование максимально долг. Да, он в этом смысле абсолютно прав. А изоляция во всех смыслах это дополнительный стимул к тому, чтобы дополнительный фактор, чтобы протянуть максимально долг. Вот, собственно, с этим Владимир Владимирович Пусин и отправился в Пхеньян и сделал первый шаг в этой игре продолжение, повышение ставок во взаимном запугивании РФ и США в скобках НАТО. Так, 14 с лишним тысяч нас прямо сейчас смотрят, 4 тысячи почти поставили такие свои лайки. Большая просьба, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах. Обязательно ставьте лайки этому эфиру. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского в описании к этому видео. По имени Семеновича Белковского у нас только что было две премьеры. Одна называется «Путин спаситель мира». В отношении его, так сказать, к того, как Владимир Владимирович Путин пытается спасти мир с помощью поддержания ядерной угрозы, поскольку спасти его с точки зрения Путина можно только, когда его будут бояться. Именно по этой причине не настанет ядерная война, которая уничтожит все человечество и планету Земля. И только что премьера очередного эпизода, который называется «Американский эпизод проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Поэтому прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский. Спасибо. Проходите на канал Станислава Александровича, там можно обнаружить все эти ссылки, смотреть эфиры там, подписываться там. Так, а мы продолжим. Но хорошо. Какие могут быть последствия этого визита, потому что их широко обсуждают в западной прессе, причем, на мой взгляд, немножко мимо. Там говорят о том, что Путин своим визитом и во Вьетнам, он напряг часть страны Юго-Восточной Азии, Америку, которая активно сотрудничает, визитом в Северную Корею, он напряг Пекин, который может ревностно наблюдать за этим, за всем. Ну и так далее. И что вот, мол, Путин тем самым как-то своими руками нарушает крупный баланс Юго-Восточной Азии, что никому не нравится. А я тут глубоко убежден, что он хочет этого эффекта. Он хочет нарушения баланса провокационного продолжения страны Северной Кореи, действий в отношении Кореи Южной, вот, разбивая западную помощь между не только там Украиной, Израилем, Тайвань, но и если, допустим, возникнет все-таки конфликт между Северной Кореей и Южной, да, значит, еще и там на этом театре полыхнет, не говоря уже о Иране, который и без того уже обстреливал Израиль и так далее. То есть, действительно ли, ну, я не знаю, сравнение со слоном в посудной лапке здесь уместно. По-моему, он как раз специально бьет горшки. Ну, слон в посудной лапке не специально бьет горшки, так получается. Слон нет, а этот, по-моему, посудная лапка маленькая. Здесь нельзя сказать, что посудная лапка маленькая, а слон большой. Просто будучи небольшим, любое небольшое, но вредоносное животное может нанести большой ущерб, так сказать, окружающему меру, лишив его стабильности. И возвращаясь к психоанализу, в январе 2016 года я опубликовал статью Путина довольно нервно, в которой пытался проанализировать, а будет ли большая война. с участием Кремля. Надо сказать, что я сам отчасти дезавуировал выводы той статьи и впоследствии, излишнее внимание уделив аргументам политических, экономических и военных экспертов. Чего делать было не надо. Было совершенно очевидно, что большая война будет. И нужно было на этом настаивать. А что я пока пытался показать в этой статье? Что с психологической точки зрения Путин одержим таким интересным синдромом Феникса, так называемого. Он служит верой и правдой какой-то системе и на разрушении этой системы всегда сильно выигрывает. Вот парадокс. Он был советским офицером КГБ среднего звена. И он, безусловно, я не сомневаюсь, он абсолютно искренне служил Советскому Союзу и КГБ. Никаких планов придать всю эту систему и перейти на сторону условного противника у него не было. Хотя, как мне кажется, идея сделать своих дочерей немецкими гражданками была. Ну, руководством это мы тут, а было, не было, не поймем. Да, но это не воспринималось как предательство системы. Значит, это было в порядке вещей, тем более во второй половине 80-х, когда об этом уже было можно думать. И вот гибнет Советский Союз, происходит крупнейшая геополитическая катастрофа 20-го века. Что же случается с Владимиром Владимировичем Путиным? Гибнет ли он под обломками Советского Союза? Ничего подобного. Ровно наоборот. Возникает какой-то небольшой момент проседания, когда он оказывается в Петербурге мелким клерком в университете и, по его словам, занимается частным извозом. В том, стартовой версии легенды о частном извозе, в стартовой версии фигурирует автомобиль Запорожец. Об этом говорится в его первой разговоре первого лица. Но потом, видимо, в связи с особыми отношениями с Украиной стало неудобно ссылаться на Запорожец, и Запорожец стал Волгой в последующих версиях легенды. Совершенно неважно. Непонятно, был ли этот частный извоз. Важно другое, что в кратчайшие сроки Путин становится заместителем, потом первым заместителем мэра Санкт-Петербурга, ключевой фигуры бандитского Петербурга, хозяином значительной части северной столицы, всего, и все это благодаря крушению Советского Союза, которому так служил. Казалось бы. В новой системе на обрушении он очень сильно выиграл. Дальше происходит обрушение 2. Это администрация Анатолия Александровича Собчака, который вторым лицом. Тоже погребен ли Владимир Владимирович под обломками этой администрации Собчака? Ничего подобного. Он моментально перемещается в Москву сначала на относительно скромную должность заместителя управляющего делами президента. Через 2 года он директор ФСБ, о чем не мог и мечтать, работая в администрации Собчака. Через 4 года он президент, о чем не мог мечтать, по-моему, никто. Все рухнуло, чему он служил, и он совершает второй мощнейший карьерный рывок в жизни. Поэтому, говорил я в той статье Путина довольно нервно, желающие могут найти ее полный текст в телеграм-канале Белковский. Она вообще была опубликована в издании СНОБа, но после 24 февраля 22 года СНОБ широким жестом удалил все мои стадии. Я еще не был иноагентом, на всякий случай удалили, поэтому просьба найти это при желании и возможности в телеграм-канале Белковский. Путина должен пойти на третий виток саморазрушения, разрушения системы, которой он служит, и обрушить американцентричный мир, для чего большая война и нужна. Вот он этим и занимается. Хаотизация американоцентричного мира это абсолютно самодавляющая, самоценная программа его действий. Для этого нужно создать по максимуму болевых точек на карте мира. Почему Путин так радовался 7 октября прошлого года, когда Хамас напал на Израиль? Не потому, что он вдруг возненавидел евреев, с которыми недавно еще дружил вполне. И особенно с Биби Нитаньяровой, нынешним примером. Не только потому, что война в Газе уменьшила степень внимания к украинской войне, а потому, что это очередной удар по американоцентричному миру, очередной эпизод хаоса. Какая радость, что заканчивается мир, в котором Америка является источником образцов и модератор. И то, что вчера еще казалось, что без ведома Америки ничего нельзя сделать, оказывается, можно, можно сделать. Чем больше можно сделать без ведома Америки, а вот уже мы видим, что безо всякого ведома и согласия сверхдержавы, Азербайджан устраивает волнение во французской Новой Каледонии, а сейчас уже, кажется, собирается устраивать волнение во французской Жигваделупе и так далее. Все это происходит. И как бы там американцы не хлопали по плечу армян, все равно Армения проиграла Азербайджану войну при поддержке Российской Федерации и мир был вынужден это принять. В общем, чем больше хаоса, чем больше уровень энтропии в американцентричном мире, тем Путину легче, потому что он боится именно Америку и только Америку и считает, что это и есть костлявая рука Америки и может его задушить. Не что-нибудь другое, а именно это. Поэтому чем слабее Америка, чем ниже ее моральный ресурс, чем менее важна она как экспортер ценностей, чем меньше мир боится Америки, тем больше у Путина шансов устоять в долгосрочной перспективе. Поэтому чем больше хаоса, тем лучше и тем самым хаотизация Юго-Восточной Азии полностью в это укладывается. Причем, как всегда, Владимир Владимирович Путин дает понять, что он действует в ответ. Соединенные Штаты перетаскивают блок НАТО в Юго-Восточную Азию, вообще в Азию, где он не должен быть изначально по своей концепции. Ну да, создание Аукуса. Не, ну Аукус это отдельный альянс. Безусловно, нет, ну что как-то страны НАТО проводят совместные учения, что все они куда-то. И поэтому он в ответ тоже решил, ну что это значит, можно и мне, потому что тут как плох тот троечник, который не хочет подражать главному хулигану в школе, так Владимир Владимирович, конечно, очень хочет косплеить Америку, подражать ей и давать понять, что он умеет, как Америка, пусть в меньшем масштабе. Да, конечно, он не утверждает, что он так же силен, как Америка. Он гораздо слабее отдает себе в этом отчет. Но деструктивная сила, она всегда бьет больнее, чем конструктивная. Построить большой дом значительно сложнее, чем разрушить его. Для второй операции ресурсов надо гораздо меньше. Они у Путина есть. Он заботится о том, что они никуда не делятся. Ясно. 18 тысяч и 5,5 тысяч поставили лайки. Смотри, Станислав Александрович, тогда логика понятна, все-таки вернуться к вопросу о степени смешения. Можно ли все-таки акцентировать внимание на том, что Путин действительно своей поездкой в Северную Корею демонстрирует собственным элитам, что я перенимаю действительно эту модель, или точнее я ее реализую, в том числе обеспечить ее будут теми же репрессиями, свирепыми, которыми реализуется она и поддерживается десятилетие именно в Северной Корее, а именно династическую. Мы не раз уже к этому вопросу прибегали на прошлой программе. Мы все пытаемся увидеть этого всего признаки. Кто-то оспаривает это, кто-то это поддерживает, так сказать, есть явные признаки появления детей уже на ключевых должностях, публичное их позиционирование там на тому же Петербургском международном экономическом форуме, там память дочерей, например, сын Вайна был, которому 25 лет. С какого сына Вайна тащится на Петербургском международном экономическом форуме. Ну, я вот говорю об этих признаках. И Путин, приехав в Северную Корею, да, он действительно говорит, ну да, ну да, 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 я не хочу обмануть ваших ожиданий. Вот будет семейство Кимов, там будет, может быть, награнизировано то же самое. Как мы с тобой уже говорили, поскольку Путин не стратег, а тактик, главная цель не обеспечить преемственность власти, а никуда от нее не уходить. Это все-таки немножко разная цель. Да, поэтому его главная задача... Появляйся средством вот этой тактики как раз заведения детей во власть. Заведение детей во власть это неизбежно, поскольку у Путина нет скамейки запасной. Он не может доверить что бы то ни было новым людям, людям извне. В силу, опять же, своего глубокого природного психологического консерватизма. Он может, он, чем принципиально отличается человек с базовым психотипом консерватора от человека с базовым психотипом реформатора. Реформатор бессознательно боится прошлого и хочет от него уйти в некое будущее. Для этого нужны опять же самодавляющие реформы, как это был, допустим, у Бориса Николаевича Ельцина. Я в том случае имею в виду не идеологию ельцинских реформ, это другой уровень постижения проблем. Они могли быть то одни, то другие. Это сам принцип, что в жизни надо все время что-то менять. И поэтому Ельцин там мог три раза отправлять в отставку Чубайса и четыре раза его назначать. Просто потому, что когда Чубайс есть, он элемент прошлого, и надо его уволить. Когда Чубайса нет, значит, надо его призвать обратно, чтобы как-то освежить ситуацию. И заметим, что, например, Ельцина, который классический реформатор, опять же, я сейчас не говорю со знаком плюс или минус именно об уровне психологии бессознательного, где этого всего нет. Эти детали не обсуждаются. Так что к середине девяностых годов в команде Ельцина не осталось ни одного человека, который играл ключевую роль в его окружении в конце 80-х. В том числе исчезла полнадцать Свердловской команды в составе Виктора Илюшина, Юрия Петрова, Царегородцева и так далее. Они рассосались. Исчезли, соответственно, Коржаков с Барсаковым и Сосковец в 96-м году, которые считались совершенно незыблемыми не то, что незадолго до их отставки, а прямо в момент, потому что тогда через некоторое время после всех этих событий мир обошла аудиозапись разговора Татьяны Борисовны, тогда еще Дьяченко впоследствии Юмашевой со своей мамой Нариной Осиной о том, что надо убрать Коржакову, Барсакову и Сосковца. Как раз, по-моему, на днях отмечалась годовщина этого события, когда Сергея Лисовского и Аркадия Евстафьева задержали в Белом доме с коробкой из парксероса и полумиллиона долларов наличных. На что мама, Нарина Иосина отвечает своей дочери, то есть это абсолютно чистый эксперимент, что папа спит, сейчас беспокоить его нельзя, но ты же понимаешь, говорит мама дочери, что папа этих людей не уберет. Это его кадровый костяк, от которого он не избавится. На следующее утро Ельцина их убрал. То есть, хотя мама, человек, который знал Ельцина больше, чем кто-то ни было, было уверено, что этого не случится. И поэтому единственный, кто прожил всю ельцинскую жизнь от конца 80-х до конца 90-х, тем самым подчеркнув свой абсолютно эксклюзивный статус в окружении Ельцина, это Юмаш. Он и стал топ-менеджером проекта по смене власти. Здесь нужно отметить, что династический принцип Путину наследовал от Ельцина. То есть, собственно, операция «приемник» это термин из ельцинской эпохи. И он был преемником Ельцина, то есть психологическим и политическим сыном, пусть не биологическим. Поэтому, разумеется, как блюститель традиций, традиции той самой системы, которую он наследовал от Ельцина, что не мешает ему эту систему разрушить, как мы только что выяснили, правильно? Потому что он формально соблюдает эти традиции, фактически он полностью изменил содержание этой системы. Ельцинская система власти была подчинена идее того, что РФ становится полноценной частью западного мира и демократической страны. Путин полностью убрал эти цели, и теперь, значит, РФ становится к НДР в огромном масштабе. О чем Ельцин, разумеется, я не переоцениваю стратегическое мышление Ельцин, но явно он стремился к власти, но не любой ценой и не ценой превращения России в КНДР. И поэтому этот династический принцип будет происходить, но Путин может назначать на любые посты, он может работать только с людьми, которых он знает много лет, 30-40 и более лет. И плюс, значит, их отпусками, конечно, потому что должна быть какая-то система гарантий за человека. Не может человек с улицы зайти в путинскую систему власти. Путин хоть прежде гений. Это не имеет никакого значения. Для Путина классический control effect, для него очень важен контроль. А как ты будешь человека контролировать? У него должны быть какие-то гаранты. Эти гаранты это его ближайшие родственники, родители и так далее. Те, кому Путин доверяет в силу своих собственных причин и в ком не разочаровался все за те же самые 30-40 лет, которые он работает с основными членами своей команды. Еще, так сказать, опять же, со времен бандитского Петербурга и даже раньше. С кем-то с дрезденских времен. Поэтому, так сказать, а кем еще заполнять эти кадровые клеточки? Только детьми, разумеется, или близкими к нему людьми. Сегодня, чем дальше, тем больше, так сказать, мы не можем, тем меньше мы можем найти на существенных позициях в путинской системе власти, человека, который бы никак не был связан с детьми, братьями, свадьцами, кумовьями и так далее. Но как будет происходить преемственность путинской власти, мы узнаем значительно-значительно позже. Потому что сейчас сама эта мысль, на мой взгляд, для Путина страшна и болезненная. Что власть придется кому-то отдать, неважно кому. Это для него как раз не со знаком не плюс, а минус. Потому что он сам должен оставаться у власти сколько угодно долго, а там уже, так сказать, посмотрим, как будет. Это такое, да. Хорошо. Мы 33 минуты в эфире. У нас еще время достаточно. А теперь вот мне представляется вот какая тема тоже важна. Все-таки Соединенные Штаты Америки в контексте обсуждаемого вопроса их роль и возможность влияния именно на Китай, который в Юго-Восточной Азии все равно продолжает подставаться ведущей страной напомню, что США считают Китай именно региональной державой. Китай претендует на соразмерную Соединенным Штатам роль, заявляет о двухполярном мире раз за разом. Но все-таки вот в этой ситуации Китай, в отличие от Северной Кореи, прямого военного союзника Москвы, ну и Ирана, это уже дальше туда, Южная Азия и так далее, прямого военного союзника Москвы, ну и не говоря о Хамас там и подобных таких квази-государственных групп, все-таки Китай тоже перед каким-то выбором стоит. Более решительно помогать Москве или же все-таки следовать достаточно проторенному курсу экономического взаимообмена с Западом, ну и тут просто есть цифры, когда 750-800 миллиардов товарооборотов, что с Европой, что с Америкой, и 200 с небольшим миллиардов товарооборотов, с Москвой погоду, и собственно это находится в политической плоскости, поскольку приоритеты экономически очевидные, а политические для Китая, который соперничает с Соединенными Штатами и с западно-центричным, американо-центричным, о котором ты говорил, в мире, приходится определяться, и вот такие визиты Путин, хотя я думаю, что он согласовал свой визит, безусловно, с Си Цзиньпина в период своего приезда в Пекин, это понятно после инаугурации, но тем не менее она все равно вызывает последствия, которые именно Китаю приходится решать, он выступает паттерном по отношению к Северной Корее, к Пиньяну, но и одновременно соперником-партнером, контроверсированным партнером по отношению к Соединенным Штатам и Европе, ну к западу, вот как они будут в этой ситуации действовать, вот все время приходится все ближе-ближе подступать к моменту определяться в войне в Восточной Европе и одновременно что с Россией делать и как к ней относиться окончательно? Ну что ты думаешь? Ну, Китай стремится официально не к биполярному миру, а к многополярному, как и РФ. Ну так они заявляют. Они вкладывают в это несколько разный смысл. И, конечно, Китай не претендует на то, чтобы быть силой равной Америки, хотя бы потому, что он является экспортером образцов. Сверхдержава это тот субъект мировой политики, который предлагает образцы политические, экономические, культурные, социальные и так далее. В этом смысле Советский Союз был бесспорно сверхдержавой. И на определенном этапе до 80-х годов он достаточно успешно конкурировал в этом качестве США, потому что для ряда стран третьего мира советская модель была лучше западно-капиталистической. Американская модель ассоциировалась с диким грабительским капитализмом. а здесь социальной справедливостью и чем-то таким, что именно для бедных стран было важно. Потом уже, когда Советский Союз начал сыпаться, естественно, многие не захотели больше связываться с этой моделью, хотя сама антиколониальная так называемая повестка, которая сейчас педалирует Путин, она возвращается к жизни. Хотя антиколониальная повестка, опять же, сводится к одному, что дайте нам грабить собственные народы, как мы считаем нужным. И не вмешивать наши дела, так сказать. Почему, собственно, там Китай и Китай и не вмешивается. Он требует ресурсов определенных от тех стран, куда он приходит, но он совершенно не... Почему он хороший партнер и для Российской Федерации, имени Путин? Старший партнер, потому что, как бы ни была, и это вот ролевая модель Александра Невского, она для Путина очень важна в этом смысле, что как Невский стал дружить с Ордой, разругался с Западом, так и вот. Потому что и официальная доктрина всех адептов Александра Невского сводится к тому, что тем самым Орда не пыталась проникнуть в духовные основы и основания. Ну да, так считается. И Святой Руси. Можно было спокойно исповедовать православие, ничего, так сказать, тогда никак на это не влияло. Запад, если бы Александр Невский заключил стратегический союз с ним, уничтожил бы нашу Святую Русь и превратил бы ее в доктринальный филиал Запада, чего нельзя было, конечно, допустить. Поэтому, допустим, тоже, так сказать, Запад постоянно вмешивается в его дела и угрожает стабильности его режима, а Китай, пусть полностью подчинив себе Россию и превратив ее по зависимой силе. Он не пытается поставить под сомнение основу путинского режима. Тем более, что в этих основах Китай все устраивает. И устраивает тоталитаризм, поскольку Китай сам тоталитарный государственный, устраивает несменяемость власти, поскольку именно этим путем идет нынешний председатель Си Цзиньпин, в том числе, вопреки постмаоистской истории самого Китая. Это может вызывать существенное недовольство там среди китайских элит и в ряде кланов внутри КПК, но является вне генеральной линии партии. И, собственно, в Китае мощно идет процесс становления культа личности Си Цзиньпина, что тоже совпадает с российскими приоритетами и культом личности Путина. Поэтому тут все сходится. Но у Китая большие проблемы в экономике, связанные с тем, что базовая причина этих проблем в том, что тоталитарная политическая система не отвечает по требностям этой экономики, под ней можно выделить еще несколько причин. В частности, еще уже 20 лет назад было понятно, что как только исчезнет колоссальный разрыв в себестоимости рабочей силы в деревне и в городе, вот эта китайская экономическая модель будет брошен большой вызов. Но это именно сейчас и происходит. Урбанизация привела, собственно говоря, к удорожанию силы, трудовых ресурсов. Любых ресурсов ресурсов Китая остро не хватает. А в этой ситуации в мире появилось немало стран, которые готовы предложить более дешевую рабочую силу, чем Китай. Вот с того же Вьетнама до Мексики и, соответственно... И Индия, в общем. Индия, конечно. И в этом смысле Западу легче переносить производство и потреблять продукцию, произведенную в этих странах, а не в Китае. В Китае колоссальный долг, который существенно превосходит американский процент КВП, к чему не привлекается внимание. В Китае огромная коррупция, с которой Си Цзиньпин пытается бороться, но это не очень получается. Потому что все-таки для эффективной борьбы с коррупцией у нас система построена на демократии. А при талитаризме возможно любая совокупность точечных факторов борьбы с коррупцией, но не сама возможность побросить вызов этому как системе. Ну, скажем, в Советском Союзе был очень низкий уровень коррупции, поэтому там она только находилась, началась, становиться на ноги начала в 80-е годы. А в Китае, где она существует, уже давно, с ней как существующим явлением и системой исправиться гораздо сложнее, как и в Путинской Российской Федерации, где это практически невозможно. Чтобы там кого бы не сажали в тюрьму, все равно основная мотивация путинского чиновника это заработать денег, и поэтому, значит, на место одной отрубленной головы гидро будет вырастать тренок. то есть на каком-то краткосрочном отрезке можно снизить уровень коррупционной ренты, но не пригрев долг. И, соответственно, Китай нуждается в современных технологиях, Соединенные Штаты Америки их не дают. Поэтому Китаю нужны уступки от Америки по нескольким направлениям, а чтобы добиться этих уступок, нужны рычаги давления. И сам факт контроля над Российской Федерацией, которая скатилась полностью в китайские удушающие объятия, и уже главной валютой на Руси становится юань. Я поймал себя на мысли, что вот я к стыду своему, но я не экономист и не финансист. Это меня отчасти извиняет, но как публичный эксперт все-таки я не должен был с таким пренебрежением относиться к важному числу, а именно к курсу юаня. Я до недавнего времени не знал, какой курс юаня к рублю. Теперь я это знаю. Это правильный установочный курс 12. Но теперь вся страна это знает. Принято, что же никто не знал. Сейчас все будут знать. И вся торговля долларами и евро будет формироваться через юаня, через кросс-корс. Соответственно, это можно использовать для получения от американцев уступок. Ну, например, вы не хотите, чтобы Северная Корея устроила новую корухарку? Мы все сделаем. Вы пойдете за это на уступки. Вы хотите, чтобы Российская Федерация что-нибудь сделала, не применила тактического ядерного оружия, при том, что Путин вылезает из штанов и кричит, держите меня семеро, чтобы я его не применил? Вот мы те семеро и есть. Это мы Пекин. Мы единственный субъект, кто может заставить Путина не применять тактический ядерный оружие. А взамен мы хотим получить от Америки что-нибудь очень важное для нас. Ну, Тайвань, Тайвань, видимо. Тайвань даже не приоритетный. Важный вопрос, но он не приоритетный, который сейчас. Сейчас нужно справляться с проблемами в китайской экономике и в технологической сфере. Хотя тема Тайваня без формы тоже существует, она никуда не девается, и Китай бы очень хотелось присоединить его без войны. Хотя я не исключал бы и военного сценария на определенном этапе. Здесь, кстати, очень многое определяет судьбы Украины. Потому что, когда РФ проигрывала войну в Украине в 1922-1923 годах, Китай был обескуражен, как-то отодвинул тему военного решения тайваньского вопроса. Потом, когда неожиданно выяснилось, что РФ перехватила инициативу и имеет военные преимущества, Китай снова вспомнил о том, что можно решать. Поэтому здесь тема Украины актуализируется не только в смысле судьбы Европы и свободного мира в целом, но и в судьбе Тайваня как у азиса азиатской демократии. Демократии с китайским лицом. Кстати, хочу заметить, что сам факт существования Южной Кореи, Тайвана и так далее доказывает, что этническая принадлежность вовсе не детерминирует политический строй. А цивилизационная? Цивилизационная? Политический строй нет. Она детерминирует определенные особенности мышления, этические и эстетические приоритеты. Но, как выясняется, и демократия, и тоталитаризм возможны в судьбе любого этноса, поскольку это одни. Если абстрагироваться от новосоздаваемой мифологии, китайцы и корейцы там здесь одни и те же. Смотреть вещи нового, у одних может быть демократия. Монголы, кстати, монголы тоже яркие. Монголы построили полноценную развитую демократию, ничего с ним не случилось. Несмотря на традиции Чингисхана, а потом еще коммунистической власти. Поэтому здесь это как раз повод и источник оптимизма. Именно поэтому, собственно, и надо тоталитарный режим пытаться все это задавить, чтобы уничтожить сам прецедент. Потом с полным основанием утверждать, что нашему народу свобода не нужна. Именно, собственно, это отдельный фактор всегда благородажения Путина Украины. То есть украинцы русские, и в Украине есть демократия. Конечно, да, и есть демократия. О том, что русским демократия не нужна, ложен. Поэтому нужно уничтожить Украину вместе с ее демократией, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Вот поэтому этот большой торг с Америкой Китай будет вести. Кажется, на днях была утечка о разговоре Си Цзиньпина с Урсулой фон дер Ляйен год назад, в июне 23-го года, где Си Цзиньпин сказал своей собеседнице, что вот, кажется, Америка пыталась нас спровоцировать на вторжение в Тайвань, но мы-то умные люди. По тексте не такие, как Путин. И, значит, мы этого не сделали, потому что все равно для нас самое главное – это торговый альянс с нашими ключевыми партнерами, основным из них Европой. Потому что, конечно, еще Китай играет на противоречиях Европы-США, как долгие годы пытался делать Путин, и отчасти преуспел. Если бы не спецоперация СД, мог еще продолжать, потому что вот сейчас, наконец, уже официально подтверждено то, что мы неформально знали, но у нас не было доказательств, уже была серия публикаций, в том числе в немецких СМИ, о том, что, как и Ангела Меркель, и нынешний канцлер, а тогда министр финансового Шольц, давили на американские власти, чтобы в ней не вводили санкции против Северного потока-2. Буквально пытались купить, конечно, не в коррупционном, в прямом смысле, но грозили, что да, мы построим за свои миллиард евро терминалы для импорта американского жирного природного газа, только не трогать Северный поток-2. Но администрация Трампа, которую они пытались продать, не поддалась на провокации, и санкции против Северного потока-2 все равно в дела. Да, поэтому Китай сейчас тоже, он в Китае хочет сказать Европе, что если Евросоюз, как крупнейший торговый партнер Китая, с товарооборотом 800 миллиардов евро в год, оборот с Россией 240, максимум по прошлому году, если ей нужен Китай, то давайте дружить без Америки, потому что американские интересы не всегда совпадают с европейскими, и, соответственно, становясь заложниками Америки, вы портите себе малейки. То, что Путин пытался тоже Европе объяснять много лет. Так что в этом смысле РФ – это инструмент Китая для давления на США, именно это так и надо воспринимать. Конечно, не какая-то отдельная самостоятельная сущность, за которую Пекин будет сорвать на груди рубашку и ставить под удар свои жизненно важные интересы. Почти 21 тысяча прямо сейчас нас смотрят и 7500, почти 7500 поставят свои лайки. Протива большая к нашим зрителям. Ссылки на этот эфир размещайте и, пожалуйста, те, кто сейчас прямо нас смотрят, не хватает третий, двух третей от тех, кто смотрит, чтобы поставить, прожать эти лайки. Сделайте это. Подпишитесь на канал Фейгинлайф и на канал Станислава Александровича Белковского. Пописание к этому видео по его имени можно пройти по ссылке и смотреть эфиры там, подписываться там. У нас остается буквально несколько минут. Последняя, как говорится, часть вопросов. Вопрос для того, чтобы завершить эту тему. Все-таки, на твой взгляд, какова вероятность, ну, позволим себе небольшое прогнозирую, неблагодарное вечно, тем не менее, все-таки дальнейшие эскалации именно ядерные с неизбежным выходом на обретение ядерного оружия. Часть из стран не было восточной, а там очень устроенный вопрос стоит, поскольку две страны там, ну, не считая Россию, обладают ядерным оружием. Китай и Северная Корея. И ни одна нормальная страна, ну, выразимся так, этим ядерное оружие не обладают. Ну, кроме США, который присутствует в регионе, и в Японии, и в Южной Корее, и так далее. А какова вероятность того, что этот регион, в общем, в страхе перед, возможно, неуправляемостью Пхеньяна, действия Москвы на разных частях глобуса, все-таки дойдут до обретения ядерного оружия. И западные, это не то, что даже закроют глаза, скажут, ну, и, как говорится, амит, для баланса будет неплохо. Например, там Австралия может начать обладать ядерным оружием, контактов в Японии, вот, с той же подачей может это сделать. Ну, и ряд других стран. Я уж не говорю про Тайвань и Южную Корею, это же вообще какая-то была бы совершенно радикализация ситуации, но, тем не менее, что ты об этом думаешь? Я думаю, что в нынешней ситуации, в каткосрочной перспективе, это многим кажется ответственность на выход. Ну, ясно, что если бы в Украине осталось ядерное оружие, то не было бы ничего потом. Хотя, когда Будапештский меморандум подписывался, было так же очевидно, что это надо сделать, потому что не было экономических возможностей поддерживать ядерное оружие. Такая, это не только, там был и консенсус между Америкой, Россией, другими игроками. Абистом и двигателем этого проекта, поэтому, когда сегодня Путин говорил, уже давно Путин говорит, уже больше десяти лет, что Америка хотела расчленить и уничтожить церковь, это прямая ложь, в противоречии известным нам на нашем веку историческим фактам о том, что, согласно которым, Америка укрепляла Российскую Федерацию, она не давала ей развалиться и сделала все при администрациях Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона, чтобы Россия стала и оставалась ведущей державой бывшего Советского Союза. Региональным лидерам и модераторам все произошло благодаря США, в том числе и монополизация РЭП советского ядерного оружия. Но мы, здесь же, мы должны вспомнить, что, в принципе, любая милитаризация, не обязательно ядерная, сопряжена с огромными экономическими издержками. Что нормальные, как говорится, страны от этого уже отвыкли. Они привыкли строить социальное государство и тратить деньги на то, чтобы им жилось хорошо и вольготно. А милитаризация, в общем, заставит затянуть потужу пояса, как говорил со временем, на эту тему. Потому что уже для социального государства экономического пространства не останется. И Путин во многом на это тоже рассчитывает, что свободный мир не хочет этого. То есть Путин хотел бы навязать и Европе, условно говоря, и, возможно, некоторым странам в Юго-Восточной Азии гонку вооружений под гнетом, который пал Советский Союз в 50-е годы. То есть развернуть ситуацию симметрично. Но его основные надежды в то, что в ужасе перед необходимостью все милитаризовать, особенно сознание собственных граждан, поскольку долгие годы гражданам объясняли, что большой войны не будет, и надо расслабиться, у нас нет врагов, у свободного мира нет врагов. А потом возьмем, что свободного мира есть враги, и они с точки зрения грубой физической силы нередко эффективнее самого свободного мира. Потому что, опять же, для того, чтобы что-нибудь разрушить и испортить, нужно меньше ресурсов, чем для того, чтобы защищать, строить и защищать, построить. То, так сказать, что тоже все эти страны убоятся Российской Федерации и пойдут с ней на, и вообще все и нынешние ситуации, пойдут с ней на некие договоренности, потому что, в конечном счете, у Путина нет, естественно, задачи, как и ни у кого другого, и уж у Пекина точно нет, уничтожить свободный мир. Да, у Пекина есть задача присоединить Китай, но не Японию, и не Южную Корею. Есть задача сделать так, чтобы Запад прекратил экспорт своих образцов, прекратил вмешиваться в эти дела, и что такое многополярный мир в понимании наших замечательных автократов. Это система, при которой, это в чистом виде, так сказать, Левиафан Томаса Гоббса, в котором есть монада мирового устройства. Это государство. О, это государство. И государство, это полностью суверенно, никто не вмешивается в его дела. Оно там творит все, что угодно, хоть занимается человеческими жертвоприношениями, это никого не должно волновать за пределами государства. Для того, чтобы обеспечить это, ну вот, нужна военная угроза, потому что, мол, если вы пытаетесь смешаться, то ответ, военный ответ автократии будет несоразмерен. Соответственно, разумеется, мы же видим сегодня уже на примере Европы, отчасти на примере Японии и Южной Кореи, что они задумываются над тем, чтобы, да, что милитаризация необходима и неизбежна. И это большая война нервов и исторических сценариев, которые мы будем наблюдать в ближайшие годы. Потому что, разумеется, путь к милитаризации это путь в пять от больших глобальных трендов в рамках которых государство как раз не является монадой человечества, потому что есть сетевые структуры, которые должны нарастать, а иерархические структуры умолятся. И что миром должны пройти идеи и технологии, а не грубо физической силы. Но здесь мертвые хватают живых, глобальная партия прошлого, одна из ярчайших фигур, которая является Путин, будет этому сопротивляться. И в ближайшие годы мы увидим, как пройдут эти события, поскольку здесь много непредсказуемых факторов и высока роль черных лебедей, которые предвидеть разумным образом Ну что ж, 53 минуты мы в эфире. Почти 21 тысяча смотрят, больше 8 тысяч поставили свои такие лайки. Просьба, пожалуйста, распространять ссылки на этот эфир. Мы благодарим Станислава Александровича за этот раз в две недели анализ, экспертное мнение, с которым мы имеем удовольствие ознакомиться. Благодарим всех зрителей, что вы были с нами сегодня в воскресенье. Ну и увидимся буквально через две недели. Спасибо вам. Спасибо и привет. Всем до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.